Добрый день! С вами опять Наталья Луната и сегодня я хочу рассказать вам о самых лучших книгах по вязанию многоцветных жаккардов. В последнее время я опять вернулась к этому замечательному занятию, стала вязать лапопейсы и всякие другие узорные красивые вещи и поэтому достала с книжной полки любимые книги и кое-что новенькое даже еще подкупила. Так что вот об этих книгах я и хочу вам рассказать. Я очень люблю живые книги, люблю шелестеть страничками. К сожалению, переезжая, я не смогла забрать с собой массу книг на русском языке по рукоделиям, по вязанию в частности. А здесь за несколько лет я собрала себе достаточно хорошую библиотеку, причем я делала упор на старых изданиях, потому что зачастую, ну, все новое оказывается повторением пройденного. Тем не менее, из тех книг, которые изданы не так давно, есть совершенно выдающиеся. Я хотела бы начать разговор с двух книг по многоцветному вязанию, по жаккардам, которые, ну, это просто мастхэв для тех, кто начинает вязать жаккарды и для тех, у кого уже есть некоторый опыт, потому что это издание поистине энциклопедические, справочные, и они очень-очень помогут в работе, помогут, зная технологию вязания вещей, да, технологию вязания жаккарда, создать, собственно, абсолютно свои какие-то уникальные по дизайну издания, потому что очень хорошо можно пользоваться схемами, которые в этих книгах даны, и авторы не претендуют на то, чтобы каждый раз делался отсыл, да, к этим книгам, к этим источникам. Итак, у нас две книги. Начну я вот с такой вот книги. Это Элис Термер. В русском издании, кстати, появился русский перевод, я чуть-чуть позже о нём скажу. Эта книга называется «Энциклопедии многоцветного вязания». Но в английском языке это Charles for Color Knitting, и это, по сути дела, всё лучшее, что есть в жаккардном вязании, все лучшие схемы, они собраны в такой справочный фолиант. Это уже новое издание, оно дополненное, выпущено оно в Нью-Йорке. И вот этот вариант, ну, у него такая полумягкая обложка, да, он выпущен в девятнадцатом году. Почему? Чем эта книга хороша? В ней совершенно чёткие разделы. Дизайнерское, да, вязание многоцветное, традиционное, включая страны Скандинавии, славянские мотивы и южноамериканские. Ну и в том числе греческие, кельтские, ещё всякие-всякие разные мотивы для вязания. Вот, плюс, как бы, фантазийные рисунки. Давайте эту книгу полистаем. С чего начинается она, да? Это дизайнерские паттерны для вязания. То, что основывается на моделях самой Элис. Она автор вообще восхитительных вещей, да, потрясающих. Каждый свитер как произведение искусства. И коллекции у неё уникальные, и по мотивам этих коллекций есть книги. Если вам интересно, да, пишите, и я сделаю отдельный обзор книг Элис. Ну и, соответственно, вместе с ними обзор её коллекции вязаной одежды, ручного трикотажа. Она человек уникальный. И вот даны как бы разнообразные примеры, даны схемы, даны разнообразные выкройки и расчёты. Причём схемы очень хорошие, такие, по ним удобно работать, всё достаточно точненько. Есть прекрасные фотографии её работ, да. Вот, посмотрите, вещи, которые не утрачивают актуальности, независимо от того, что они были связаны, допустим, в конце прошлого века. Очень хорошие варианты вывязывания ростка, да, вписывания орнамент в вещи сложного кроя. Вот это всё у неё описывается. Как объединить вывязывание, дополнить это вышивкой, как по-разному расположить орнаменты, мотивы. Какая пряжа лучше, да, какими спицами работать. А вот дальше начинается раздел традиционного вязания, да, традиционных вязаных мотивов, да, паттернов разных орнаментов. Уже начинается он по географическому принципу. На протяжении многих лет Элис собирала вот эти орнаменты, она вела прям такую серьёзную научную исследовательскую работу и собрала просто много тысяч разных-разных орнаментов. Она в отдельной главе, да, вступление перед этими схемами, она рассказывает, чем отличаются, какие особенности есть в зависимости от географии, да, от тех мест, где она находила эти мотивы. То есть все вот эти закономерности она смогла уловить, вычислить и описать в своей книге. И плюс, ну, конечно, вот они таблицы. То есть, по сути дела, собирайте, выбирайте, подбирайте свои цвета. Вон тут, пожалуйста, и геометрические орнаменты, и всякие животные, человечки, звёздочки. Причём орнаменты, ну, это зависит, конечно, от географии, от стран, откуда эти орнаменты пришли. Многие из них очень удобные. Они, в принципе, достаточно, поскольку это всё из фольклора, это всё доступно для исполнения даже человекам, которые не так давно начинают вязать. Ну, совершенно разные-разные страны, да, то есть это то, чем можно украсить, ну, даже самую, казалось бы, простую по крою, да, по конструкции трикотажную вещь. Кстати, эти мотивы можно и просто для вышивки использовать. Вот, пожалуйста, шведские мотивы, да, то, что вот нас так восхищает. Мы зачастую, ну, вот исландские свитера, ну, вот норвежское вязание, да. Но на самом деле, вот для меня просто откровением было множество орнаментов финских, да, то есть как бы вот Финляндия, ну, я знала, что там, как везде в Скандинавии, вяжут всякие узорные свитера, но именно финские мотивы традиционные, очень интересные, я нашла в этой книге. Отдельно страны Балтии, Латвия, Эстония, Литва, то есть чем отличаются их мотивы, они отличаются, и можно эти мотивы, да, строить, и варежки связать, и носочки, и свитер, и кардиган, и шапку какую-то интересную, ну, масса, масса. То есть когда есть вот такая база, да, то есть можно их делать двухцветные, трёхцветные, хоть десятицветные, всё зависит от вашего мастерства. И вот такие вот замечательные схемы, причём, ну, вот когда смотришь, да, кажется, ну, просто вот вообще это что-то такое архисложное. А на самом деле нет. То есть в эти рисунки ты очень быстро въезжаешь, вот не знаю даже каким словом другим назвать, но они вот буквально первый паттерн отвязал, и ты уже понимаешь логику этого рисунка, и вот эти схемы, они очень хорошо позволяют понять логику рисунка, да, и даже вот такие вот сложные вещи можно связать, не имея сверхбольшого опыта. Поэтому, ну, вот русское, да, вот, к примеру, русское жаккардовое вязание. Всё нам переводят всякие разные иностранные книги, приходят русские журналы, и мастера наши, мастерицы, да, основываются на них, что-то разрабатывают сами. А Элис нашла вообще целую бездну, я не знаю, массу рисунков, свойственных именно для российской школы, для русской школы, славянской вязания. Вот, пожалуйста, можно этим пользоваться. Южная Америка, да, кажется, совсем разные континенты. Ну, понятно, что тут не олени по большей части, да, а вот, к примеру, лисы, койоты, там всякие разные птицы. Ну, не курицы будут, не петухи, да, а индейки, скорее всего. Но, тем не менее, вот, всё похоже. Вот, много времени занималась она адаптацией орнаментов из вышивки для вязания. И, в принципе, это такие смежные отрасли, когда, ну, действительно, всё это можно попробовать адаптировать одно к другому. Ну, и вот, к примеру, из ткачества, да, вязание, вот, кельтские мотивы, да, очень интересные, необычные. И тут, естественно, да, традиционные их формы, традиционная их геометрия. Всё это осмысленно было, да, все фольклорные мотивы, мотивы, они, ну, вот, знаете, как обереги, как заговоры. Всё несло очень большую смысловую нагрузку, да. Всё это было призвано защищать человека в его обычной жизни от всяких напастей, невзгод. Всё это отражалось в мотивах. Ну, вот, греческие мотивы, да, тоже малоизвестные нам. Обычно об этом, ну, так редко говорят, да, кавказские мотивы. Я помню, в моём детстве привезли джурабы кавказские, такие совершенно, они были связаны, тогда я не знала, ну, сколько мне было, может, лет шесть или семь, они были связаны тунисским крючком, и на них были вот какие-то вот такого плана звёзды, да, и казалось, что, ну, абсолютно непонятно, как это сделано. Я разглядываю вот эти мотивы, я понимаю, что вот теперь уже хорошо умея вязать, я могу всё это воспроизвести благодаря такой замечательной книге. Ну, в общем, короче, можно смотреть тут и запад и восток Европы, и азиатские орнаменты, разнообразные жаккарды, которые могут заполнить просто целиком полотно каким-то совершенно невиданным рисунком, то есть всё это из фольклорных традиционных закромов, то есть всё это можно совершенно запросто использовать, и дальше, как следствие, на базе вот этих вот огромных, прекрасных находок, археологических отчасти, да, Элис продолжает историю созданием вот таких вот дизайнерских мотивов, то есть у неё есть цветы и птицы, да, вот первый раздел, листочки разнообразные, веточки, вот смотрите, какой чертополох совершенно замечательный, ой, ещё чертополох, да и это тоже тема чертополоха, слушайте, это прямо вот то, что мне надо в ближайшее время, к моей задумке, вот, то есть можно всё это прекрасно использовать, вот, это вот, кстати, мотивы, которые были, вот первую страницу я открывала, её дизайнерский свитер, и она там, кстати, пишет о том, что не надо обязательно располагать эти мотивы так, как у неё, расположите их в другой последовательности, у вас получится своя авторская модель. Ну, вот ещё, как бы, морские разнообразные, да, мотивы, ракушки, кораблики, мычки, ну, тут всякие разные пейзажные, да, как бы, потому что, ну, собственно, вот эти вот значки, они же как иероглифы, да, в вязании, они отображали реальность, которая окружала человека, вот, ну, вот, собственно, дальше раздел её посвящён цвету, да, такой вот описательный раздел, но по большей части, конечно, эта книга, она именно как справочник замечательных схем для вязания, ну, и вот несколько образцов её работ, ну, это настолько малая доля, немножко она говорит тут об окрашивании, вот, ну, да, у неё есть марка своя шерсти, потому что для её жаккардов она зачастую, как бы, специально подбирает цвета, и можно таким образом, ну, прям точно повторить, да, её модели, ну, а можно сделать что-то своё, да, вот, вот такие вот замечательные вещи, в общем, ну, и, естественно, как всегда пишут об авторе. Так вот, появилось русское издание, это издание можно купить онлайн, и есть электронная версия, друзья. Вот мне эта книга на Амазоне, я дам вот внизу под видео обязательно, дам ссылку, где я покупала бумажную книгу на Амазоне, но можно купить российское книгу, русскоязычное издание, будет стоить вам намного дешевле, и плюс дам ссылочку, где можно электронную версию книги купить, за такие там смешные совершенно деньги, и она будет в вашем распоряжении. Я купила себе русскую версию, знаете, для чего? Англоязычной электронной версии нет, а русскоязычную я купила для того, чтобы было удобно вот просто распечатать листочек, да, то есть распечатал, да, и по нему вяжи, допустим, там цвета обозначил, вот с этой целью себе купила, потому что так было бы мне достаточно, конечно, английской версии. Но, в принципе, как бы, да, если средство хочется сэкономить, вот за, по-моему, ну, в районе 300 рублей стоит электронная версия этой книги, и, дорогие мои, она стоит того, потому что это действительно, это такая сокровищница, это фантастически полезная книга, фантастический ресурс. Это вот Элис Стармор, потрясающий автор. И вторая книга, о которой я хочу рассказать сегодня, это вот такая вот яркая книжечка, тоже у нее такая полужесткая обложка, это уже тоже дополненное издание, по-моему, переиздали они его, дай бог памяти, в каком-то, то ли, в 18-м году, потому что было более старое. Вот первое издание было 11-го года. Вот это издание, оно, как бы, дополненное, ну, конечно, получше печать, да, как бы, это сборник схем вот таких вот жаккардов, знаменитого фэр-айл вязания, многоцветного. Мэри Джейн Маклстон, автор. Тоже ее работы, ну, можно погуглить, поискать, и вы поймете, что это человек, который вот не только образцы вязала, схемки составлял, а делал это уже по следам своих потрясающих работ. Итак, давайте полистаем тоже эту книжку. Ну, вы понимаете, схемы из книг я вам предоставлять не могу, да, чтобы авторские права никоим образом не задеть. Вот, ну, полистаем эту книгу, просто посмотрим яркие мотивы. Во-первых, что в этой книге, да, ну, тут подробная инструкция, и как использовать эти мотивы. Начинается эта книга с рассказа о том, какая бывает пряжа, то есть базовая, какие инструменты использовать для вязания, тоже очень полезная информация. Как правильно вывязывать мотивы, да, все про протяжки, про перекруты, то есть вот это все есть. Технические моменты, то есть, по сути дела, фото-мастер-класс, как вязать жаккардом, тоже особенно для новичков, это актуально. А как вязать с настилом, это тоже, ну, как бы, такое вязание, которое отчасти напоминает качество, да, то есть вот настилы вот эти. Ну, в общем, все, все вот это вот, очень подробненько, очень основательно, все есть в книжке, как обрабатывать изделие. По теории цвета очень хороший раздел, как подбирать грамотно цвета, то есть она на базе цветового круга все это рассказывает. Вот, ну и, конечно, дальше уже построение выкрытия, да. Я скажу, что, ну, немножечко мы сейчас уже шагнули вперед, немножко наши принципы вязания, да, вот подизменились, потому что мы вывязываем, в отличие от фольклорных изделий, не вяжем прямое абсолютно плечо, да, все-таки делаем скос плеча, вывязываем росток, ну, вот этого, в принципе, нету, потому что для традиционного скандинавского и исландского вязания, вот там вот этих хитростей, тонкостей нету, да, то есть там все идет на очень такой четкой геометрии. Ну, и дальше начинается раздолье мотивов с номера первого самого простого и вот идет оно дальше. Однорядные мотивчики, да, как вот однорядные, двурядные, потом идут трехрядные. И дальше вот по мере усложнения, по нарастающей, да, идут вот эти вот разнообразные мотивы. Двухцветные, трехцветные, пятицветные. Очень мне нравится то, что, в принципе, тут все очень хорошо продумано. По большей части мотивов, которых протяжек больше пяти-шести петель нету, да, то есть, ну, даже не имея сверх какого-то там грандиозного опыта, можно сделать вещи, которые будут очень оригинально, очень декоративно смотреться, а усилий для этого тратить, особенных-то, по сути, и не надо. Ну, и, естественно, как бы во всех этих мотивах учтена и сезонность, тут есть какие-то и более рождественские, какие-то совсем летние, осенние, да, какие-то к праздникам плодородия, как это вот во всех странах, у всех народов принято. То есть, все это есть. 200 мотивов, это, ну, вот смотрите, если двоичная система, да, из двух цифр, да, ноль и единица дает бесчетное количество комбинаций, то здесь вот 200 мотивов есть, да, по сути дела, ну, тоже они как бы лицевые и изнаночные петли рулят, но, тем не менее, комбинаций может быть из вот этих вот представленных мотивов очень много. Ну, и вот дальше идет, да, более крупные фотографии этих мотивов, варианты в раскладках разных цветов, да, то есть, вот каждая страничка, каждая страничка, вот я их буду там не каждую пролистывать, да, пошли больше там на 4 льда, да, паттерн, соответственно, можно добавлять разные цвета, и все эти варианты, они предложены уже авторами книги, да, то есть, вот, ну, прекрасно, я вязала лопопейсу дочери, не хотела, она у меня художник, ну, как бы вещи, вот, она бы не стала носить то, что по какому-то там уже общему описанию, как у кого-то точно, да, и я ей просто составила из этих вот орнаментов то, что вот будет только-только у нее одной, да, повторения уже такой лопопейсы не будет ни у кого, ну, и вот, соответственно, как бы вот листая вот эти странички, видно, да, как можно собрать, причем вот он сам по себе, допустим, он один мотив, как их вот этот же один мотив собрать в большое полотно, да, как бы фрактально вот так вот, как его выполнить в разных цветах, ну, я считаю, что книга абсолютно необходимая тем, кто вот всерьез занимается, ну, и вот пошли более сложные мотивы, да, опять же, один мотив собран в полотно в одном цвете, в другом цвете, то есть, ну, прекрасно, надо было мне, наверное, указочку взять, я так пальцем показываю, но вот, вот, вот вся она, вся книга построена вот так вот, как справочник, вы сами понимаете, какие вещи можно на базе этой книги связать, да, причем инструкции вначале есть, и как мерки снять, и как выкройки построить, как посчитать по образцу, да, то есть, вот, и влажно-тепловая обработка, все есть, то есть, взял такую книгу, по крупному счету, если ее всерьез освоить, станешь мастером вязания жаккардов, я думаю, многим это будет очень интересно, ну, вот, смотрите, какие снежинки, да, тоже великолепие просто, один паттерн, полотно, да, фрактальное, и вот, пожалуйста, в разных цветах, великолепно, просто великолепно, обожаю эту книгу, и, опять-таки, очень всем нам повезло, эта книга в русском переводе, абсолютно легальное, лицензионное издание, оно появилось, ее можно купить и печатную, и в электронном виде, тоже в электронном виде, она стоит, вот, ну, просто для книги такого уровня, это копейки, я тоже купила себе в дополнение русское издание, чтобы распечатывать странички, не переносить там что-то как-то, и не портить бумажную книгу, да, я себе распечатываю странички, на них что-то отмечаю, мне это очень удобно, именно когда компонуешь дизайн, вот, нового отдельного такого изделия, так что, вот, сегодня я надеюсь, что вам было интересно послушать про эти две книги, пожалуйста, пишите, комментируйте, задавайте как можно больше вопросов, я буду на них оперативно отвечать, если какие-то специальные книги, о которых, ну, может быть, я не планировала рассказывать, но они вас интересуют, вы найдете что-то, тоже пишите, я постараюсь о них рассказать, может быть, что-то есть просто в моей библиотеке, я с полочки книжной это сниму, а может быть, я закажу такую книгу у нас в библиотеке, потому что у нас это достаточно несложно сделать, ресурсы библиотечные в Канаде огромные, и тогда я вам все это расскажу, пошелестим вместе страничками, полюбуемся, если вам такой формат нравится и интересен, пожалуйста, ставьте лайки, не нравится, конечно, можете ставить дизлайки, я тоже это учту, но обязательно подписывайтесь для того, чтобы не пропускать новые видео, потому что помимо книжных обзоров, я все-таки и о процессах рассказывать планирую больше, и делать обзоры проектов с подробными описаниями, как, что, да, всех тонкостей, как я работаю, ну и просто даже приятно пообщаться, всего вам доброго, всего хорошего, и побольше времени на наши любимые занятия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова